Ребятки, ну а перед просмотром данного ролика, я хотел бы посоветовать вам группу моего друга под названием Foxy Village. В этой группе вы сможете приобрести себе совершенно любую модификацию для мобильной версии Майнкрафта. Сможете, ребята, купить аден всего лишь за 59 рублей, или же модельку моба за 49 рублей, или же, ребята, постройку за 29, или же текстурпак за 49 рублей, ребята, ну или же скин за 49 рублей. Все это, ребятки, совершенно приватно, то есть это не какие-то слитые скины, или же моды, ребята, все это делается прямо специально, ребята, для вас. То есть вы делаете специальный заказ, ребята, и специально для вас делают либо скин, либо мод, либо что-то еще. Ну а ссылочку на эту группу я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. Хе-хе-хе, ребятки, с вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам аден, который добавит настоящих грабителей в Майнкрафт 1.8. И прежде чем вы, ребятки, начнете писать комментарии о том, что это видео кликбейт, внимательно прочитайте название. И в названии вы увидите вопросительный знак, ребята. Да, именно вопросительный знак. Если у моих видео есть вопросительный знак, то это означает, что новая версия еще не вышла, и я в этом, ребята, сомневаюсь. И поэтому в этих видео я вам буду показывать разные адены. И сегодня на снабзоре аден, которые добавляют новые блоки, а также добавляют грабителей на самую последнюю версию Майнкрафта. А вот если, ребятки, в моем видео есть просто восклицательный знак, то, скорее всего, новая версия Майнкрафта уже вышла. Поэтому ни в коем случае никого из вас я не хочу обмануть. И если, ребятки, хотите посмотреть на настоящий кликбейт, то сейчас, пожалуйста, просто загляните на канал в Андрея, где вы увидите настоящий и наглый кликбейт. Но обмануть вас, ребята, я никогда не хотел и не хочу, потому что мне в этом нет смысла, ребята, обманывать вас. Поэтому во всех таких видео я всегда, ребята, вставляю в вопросительный знак, что означает, что я, ребята, не уверен, что вышла новая версия. Поэтому не стоит меня обвинять в кликбейте или в чем-то еще, ребята. Ни в коем случае обмануть я вас не хочу. Ладно, ребят, давайте уже начнем обзор данной модификации. Она очень прикольная, очень большая, ребята. И совершенно недавно вышло обновление данного адена, за что разработчику большое-большое спасибо. Кстати, ребятки, ссылочку на скачивание данного адена я оставлю в описании. Но мы с вами, давайте, начнем обзор именно с новых блоков. Как вы уже могли догадаться, ребята, это у нас бочка. Кстати, все эти блоки, ребята, были добавлены на версии Java Edition. То есть, это не какие-то придуманные блоки. Эти блоки уже были добавлены в Майнкрафт только на ПК. Ладно, вернемся к нашей бочке. Вот так у нас выглядит, ребята, бочка в этом адене. Ничего такого необычного в ней нет. Обычная бочка, как бочка, ребята. Поставить ее можно так, а можно поставить еще и вот так. То есть, это реально у нас какая-то настоящая, ребята, бочка в Майнкрафте. Что она делает, ребята, мне неизвестно. Потому что и на версии Java Edition у нее нет никаких функций. Ну, короче говоря, у всех этих блоков, ребята, на ПК нету никаких функций. Поэтому движемся дальше. Это у нас верстак, собственно говоря, лукодела. То есть, вообще верстак, по идее, стрельца. Блин, не знаю, как правильно его назвать. Короче говоря, это верстак лукодела. Потому что именно здесь, скорее всего, в новой версии мы с вами будем изготавливать стрелы. А также, возможно, какие-то модификации для нашего лука. Что будет, конечно, прикольно. Это у нас, скорее всего, стол наковальня. Не знаю, почему текстурка была так сильно изменена. Но, скорее всего, это стол наковальня. Потому что, ну, блин, больше ничего это не напоминает. Это у нас, собственно говоря, стол картографа. Да, у нас в Майнкрафте теперь, ребята, тоже будет стол картографа. И выглядит он будет именно вот так. Так, довольно прикольная текстурка. И, если я не ошибаюсь, то на версии Java Edition данный блок имеет маленечко другую текстурку. Хотя, я могу и ошибаться. Нет, скорее всего, на Java Edition тоже такая же текстурка. То есть, в Майнкрафте у нас будет специальный крафт для карт. И это тоже очень круто. Это у нас... Что это такое? Что это такое? Вот этот блок я вижу впервые. Скорее всего, а может быть, я ошибаюсь. Но такого блока на ПК я не видел. Что это за блок, ребята, мне неизвестно. Скорее всего, я что-то пропустил. Поэтому, ребята, сказать, что это за блок я не могу. Но могу сказать 100%, что этот блок служит для покраски флагов. То есть, именно на версии Java Edition, ребята, он был добавлен. Он уже работает. Ну, а в нашем Майнкрафте его можно получить только с помощью данного адена. И вот так у нас выглядит этот аден. Кстати, заменяется он, походу, на верстах. Да, заменяется, ребята, он на верстах. Это у нас, собственно говоря, кафедра. Заменяется на стал зачарования. Как я и говорил в предыдущем обзоре, очень плохая текстурка. Лично мне она не нравится. Потому что она очень мыльная. И она, короче говоря, мне не понравилась. Ну вот, это лично мое мнение. Новая табличка. Как вы знаете, на версии Java Edition было добавлено 5 новых табличек. Но поскольку в нашей мобильной версии Майнкрафта всего лишь одна табличка. Поэтому здесь была добавлена всего лишь одна табличка из сосны. Но однозначно это очень стильно и молодежно. Это у нас половильная печь. Этот блок я ничем не перепутаю. Потому что у него очень строгий вид. И в каком-то смысле даже страшный. Но лично меня этот блок почему-то пугает, ребята. Если вы со мной согласны. Если вас этот блок тоже в каком-то смысле пугает. То ставьте лосося. Ну вот так у нас выглядит печка. Кстати, заменяется она на что? Правильно, заменяется она также на печку. Это у нас, собственно говоря, камнетес. Вы могли его не узнать, потому что здесь нету 3D текстурки. Но в нашем Майнкрафте реализовать это невозможно. Это у нас камнерез. Это у нас колокол. Это у нас лампа. Да, я знаю, что лампы пока что в Майнкрафте нету. Но уже были фотки в Твиттере разработчиков, в которых можно было наблюдать эту лампу. И она, ребята, служит по сути освещением. То есть мы берем с вами лампу вот так в руки. Идем по, допустим, по пещере. И у нас все будет освещаться. Я не знаю, почему такой функции нету у факелов. И я реально не знаю, с чем это связано. Ну вот, ребятки, все эти блоки у нас есть в данной модификации. Если хотите скачать, то обязательно переходите в описании. Это у нас были блоки. Теперь давайте перейдем к грабителям. Я думаю, что это мобы, ради которых вы сегодня как раз-то и собрались. Ну что ж, давайте мы с вами начнем с грабителей. Это, собственно говоря, у нас грабители-жители. Не знаю, как их еще можно правильно назвать. У меня почему-то у них нет рук, ребята. Но это все связано с тем, что нужна версия 1.7, а я играю на версии 1.8. То есть, ребятки, для данной модификации требуется версия 1.7. И все эти баги у вас сразу пропадут. Так, ребята, сразу скажу, что все эти мобы, вот эти разбойники, они агрятся на жителей. Поэтому давайте мы с вами найдем наших бедных жителей, которых сейчас, скорее всего, просто-напросто убьют. Да, все, ребята, минус жители. Кстати, также и жители в этой модификации тоже были изменены. Но жители просто быстро убивают. Малыш, малыш, беги. Ну, малыша тоже нет шансов, и малыша просто убили. Также у этих разбойников есть чудище разбойников. Оно так и называется на Вики. Если вы это откроете в Вики Майнкрафт, то вы увидите, что там есть как раз-то чудище разбойников. То есть, именно так оно и называется. Никак, ребята, иначе. Вот так оно у нас выглядит. Да, довольно бага на анимацию. Я думаю, что в будущем это будет исправлено. Хотя, не знаю. Она также, ребята, агрится на жителей. Изменяется оно на крипера. То есть, по идее, сам крипер на жителей не агрится, но вот эта штуковина на жителей будет агриться. И это выглядит довольно прикольно. Но житель, всё, он просто умер. Бедняга, бедняга, ничего сказать не могу. Ну, что ж, ребятки. Вот такие... У нас, собственно говоря, были грабители в этой модификации. Вот такие блоки были в этом адоне. Если эта модификация, ребятки, вам понравилась, то обязательно ставьте лосось. Ну, а на этом всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok